Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале экзегет продолжаем читать книгу пророка Исаии, 62 глава. 62 глава тематически совпадает с 60-й. А вообще, как уже было сказано, эти три главы, 60-я, 61-я и 62-я, объединены одной общей темой и по своей тональности очень напоминают второй раздел Исаии, то есть книгу Утешения. Главная тема здесь — это триумф Иерусалима. И в 62-й главе, как и в 60-й, вновь говорится о триумфе Иерусалима, о той правде Иерусалима, которая засияет. И этот город, святой град Господь прославит. Читаем. «Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима не успокоюсь». Слова пророка, по всей видимости, Сион и Иерусалим здесь стоят в параллелизме. В общем, одно означает другое. Вот эти слова «Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима не успокоюсь», между прочим, стали девизом императорского православного палестинского общества. И используются ими членами этого общества, руководством, как слова, которые вдохновляют духовное, несут вдохновение. «Доколе не взойдет, как свет, правда Его и спасение Его, как горящий светильник». Правда, спасение, эти два понятия уже не раз использовались вместе в параллелизме в предыдущих главах. И вновь вот правда, тздока и спасение идут вместе. И они, как горящий светильник. Иерусалим стоит на горе, высоко в горах находится. Если подниматься от Иордана, от долины Иордана в Иерусалим, то перепад очень большой, хотя по расстоянию не так много. Иерусалим находится высоко вверху, а долина Иордана, Мертвое море, также Иерихон в самых низменных местах планеты Земля. И вот почти километровая высота Иерусалима над уровнем моря, а Иордан и Мертвое море расположены на сотне-на сотне метров ниже уровня Мирового океана. И вот Иерусалим, он как горящий светильник, которому, как мы читали в предыдущих главах, стекаются все народы на гару, словно реки, поднимаются вверх в этот град. И вот дальше речь идет опять о народах во втором стихе. «И увидят народы правду твою, Иерусалима, и все цари славу твою, вновь правда, слава, и назовут тебя новым именем, который нарекут уста Господа. Сам Господь наречет новое имя, даже новые имена этому городу. Об этом мы будем читать дальше. «И будешь венцом славы в руке Господа и царскою диадемою на длани Бога твоего». Диадема – это корона, венец, корона, диадема – это все одно и то же. То, тот предмет убранства, которым венчаются монархи, цари. Царственный город, город царя, этим царем является прежде всего сам Господь, конечно же. А те, кто царствовали в Иерусалиме, помазанники Господни, Давид, потомки его, они поставляемы были самим Господом для того, чтобы осуществлять его Божье правление, его Божью волю. «Не будут уже называть тебя оставленным». Вот здесь следует остановиться, это 4 стих 62 главы. На самом деле Иерусалим, как и все города, они женского рода. В русском языке ничего не поделаешь. Иерусалим – мужского рода, и слово «город» – мужского рода. «Ир» на еврите же – это слово женского рода. И вот поэтому, когда говорится об Иерусалиме, то прилагательные глаголы у нас, причастия, они переводятся мужским родом. Вот здесь не будут уже называть тебя оставленным. На самом деле в еврейском тексте «азува» – оставленная. Потому что Иерусалим – город, это женский род. «И землю твою не будут называть пустынею». «Земля, которая вокруг Иерусалима и сам Иерусалим были опустошены, и вы представляли собой такую безжизненную пустыню» – Мидбар. «Но будут называть тебя мое благоволение к нему». Вот они, новые имена, о которых говорилось выше во 2 стихе. «Но будут называть тебя мое благоволение к нему». «Мое благоволение к ней» на самом деле в еврейском тексте. «Хевцивах». «Мое благоволение к ней». «Благоволение Бога к ней», то есть к Иерусалиму, так будут называть. «А землю твою», то есть речь идет о святой земле Израиля, будут называть замужнею. Вот пустыня, применяется супружеская метафора, это как бы земля, у которой нет мужа, о которой никто не заботится. И вот теперь уже так не будет, теперь эта земля вновь будет называться замужнею. Понятно, что женские образы прилагаются к Иерусалиму. Иерусалим персонифицируется здесь в женских образах. В женском образе была Иерусалим, и земля святая оставлена своим мужем, то есть Господом. И теперь они вновь, Господь благоволит к Иерусалиму и к святой земле, проявляет свое благоволение, хефец, и она, земля эта, вновь замужняя. Вспомним предыдущие главы, где эта самая супружеская метафора применяется в отношении Иерусалима и святой земли. Главы книги Исаии. «Ибо Господь благоволит к тебе, и земля твоя сочетается». Как жених сочетается с невестой, так Господь сочетается вновь со своей землей. «Как юноша сочетается с девою», вот дальше мы читаем в пятом стихе, «так сочетаются с тобою сыновья твои». Образ перетекает в другой образ. Здесь уже в этом случае, в этой картине, которая отражена в пятом стихе, уже не Господь, а сыновья Израиля, они сочетаются со своей землей, то есть будут с ней неразлучны, единым целым народ Израиля, сыны Израиля и святая земля Израиля. Для Израиля, для израильского народа, святая земля, Эрец Исраэль, это не родина-мать. Родина-мать у них Египет, оттуда они были извлечены, словно из могилы, словно из мать-земля такая, материнская чрева Египет, Мицраэм. А святая земля — это невеста, это жена. Такой образ более применим к святой земле Израиля, к Иерусалиму, для сынов Израиля, для израильского народа. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью». Эти сторожа — это кто? Мы видели в предыдущих главах, читали, что это пророки, это и правители Израиля, это и те, кто взывают к Израилю, ну, пророки прежде всего, но также и благочестивые судьи и князья этого народа. «О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте!» Задача вот этих стражей, сторожей, отцовьим, не умолкать, напоминая о Господе. Только что мы читали. В первом стихе этой главы «Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима не успокоюсь», — говорит пророк. И он обращается к своим коллегам, другим пророкам и вообще к сторожам Израиля, стражам Израиля, чтобы они призывают их к тому, чтобы они не умолкали. «Не умолкайте пред ним, доколе он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле». Здесь земля — это не только Эрец Исраэль по контексту, но это вся земля, вся обитаемая человеком земля. То есть все другие народы, народы, о которых говорилось выше, во втором стихе они увидят славу Иерусалима, и эта слава будет на всей земле и для всех народов. И к ней потекут народы, чтобы научиться путям Господним, как было сказано во второй главе этой книги. Восьмой стих. «Господь поклялся десницею Своею и крепкою мышцею Своею, не дам зерна твоего более в пищу врагам твоим, и сыновья чужих не будут пить вина твоего, над которым ты трудился». Хлеб и вино — основа трапезы на Ближнем Востоке, основа всякого питания. Хлеб, вино. Сюда можно добавить еще елей, часто добавляется в текстах, в поэтических. Так вот, не будет голода, а вино — это еще и праздник. Трапеза без вина — это будничная трапеза, а праздничная трапеза предполагает наличие на столе вина. Вот поэтому будет радость, праздник, и никакого голода, и никакого позора, и никаких врагов уже не будет у израильтян. «Но собирающие его будут есть его и славить Господа, и обирающие виноград будут пить его во дворах святилища моего». Дворы святилища, дворы храма Господня, там трижды, согласно книге Второзакония, указанию книги Второзакония, собираются иудеи для того, чтобы праздновать три главных праздника — Пасху, Песах, Пятидесятницу, Шавуот, и праздник Кущий, праздник сбора осеннего урожая, когда собираются житницы, ну, прежде всего, собирается, конечно же, елей, потому что зерновые культуры, они озимы в Святой Земле, но вот праздник Суккот, праздник Кущий — это праздник сбора урожая винограда и сбора урожая оливкового масла. сбора урожая оливок, из которого изготовляется оливковое масло. Вот здесь непонятно, какой праздник, видимо, имеются в виду все праздники, потому что речь идет и о зерне, зерно собирают весной, это Пасха, это Шавуот, это пшеница, это ячмень, разные культуры, они несколько в разное время, но все равно это озимы, сбор весной и ранним летом. А вот виноград, виноград, о котором здесь идет речь, 9 стих, это осень, это праздник сбора винограда, это праздник, совпадается с Суккотши, с праздником Кущий. И вот будут пить это новое вино молодое и есть этот новый урожай во дворах дома Господня, куда принесут все свои начатки, первинки нового урожая. С 10 по 12 стих, три заключительных стиха 62 главы, они являются своего рода эпилогом, заключением ко всем этим трем главам, 60, 61, 62, представляющие собой такое вот литературное единство текстовое, они являются эти стихи заключительными, своего рода эпилогом. Тема здесь в этих стихах, тема утешения. И, как я уже сказал, и вообще эти главы, эти заключительные стихи в частности, они объединены общей темой со вторым разделом Исаии, с книгой Утешения, второй раздел, как мы помним, охватывает главы с 40 по 55. Проходите, проходите в ворота, приготовляйте путь народу, равняйте, равняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для народов. Вспомню 40 главу, да, тоже холмы понизятся, долы да наполнятся, чтобы ровной была дорога, когда народ возвращается в свою землю из изгнания, из долгого рабства и плена. Вот и здесь звучит призыв, равнять дорогу, проходить в ворота и поднять знамя для народов. Вот это вот несколько новый штрих по сравнению с 40 главой, поднять знамя для народов, знак, и это уже говорит об универсализме. Исаии, вот эти глав, 60, 61, 62, где часто говорится о народах, и народы собираются, тоже устремляются к Иерусалиму, туда, где высоко-высоко взвилось знамя. Знамя для народов, для всех народов, и для народа израильского, и для всех народов земли. Вот Господь объявляет до конца земли, до самых дальних-дальних островов. Скажите, дочери Сиона, грядет Спаситель твой, награды его с ним и воздаяние его пред ним. Грядет Спаситель твой. Господь многократно называется Спасителем. В книге Исаии, особенно во второй и третьей частях, называется Спасителем Израиля. Речь шла выше о спасении. Первый стих и далее говорилось о спасении. А кто же спасает народ Божий? Спасает сам Господь. Он сначала наказывает свой народ, а потом его спасает. Такова тема. Награда его с ним и воздаяние его пред ним. Награда за терпение, за перенесенное страдание Господь вознаграждает сторицею, обилием, спасением, радостью, весельем, урожаем и всем, всем, всеми теми благами, которые в деснице Господней. И назовут их народом святым. Израильтян, народы земли, назовут святым народом. Как в 19 главе книги «Исход», где Господь говорит израильтянам, выведенным из египетского рабства, говорит, вы будете народом священников, царей и священников. Среди всех народов есть народов земли, есть народ священник, народ святой, народ, выделенный из всех народов, корень «кувдалитшин», «святой», «освящать», «святость» и все производные от этого корня. Вот этот самый корень, он означает, этимологически означает «отделение», то, что отделено от профанного, от повседневного, от будничного, освящено, сакрализовано. Это вот то, что обычно переводится на русский словом «святой». Был народ един, один народ отделен от всех народов, как говорит Валаам, вот народ, живущий отдельно, в книгочисел. А в эсхатологической перспективе все народы, конечно же, будут присоединены к этому единому народу Божьему и вместе с израильским народом все народы земли составят один народ Божий, народ святой. Но Израиль назовут, все народы назовут народом святым, искупленным от Господа. Господь искупитель, он Гоэль своего народа, искупил его из вавилонского рабства, из всякого рабства искупит остатки народа своего, потому что Господь искупитель, он мститель за кровь, наказывает врагов своего народа, и он искупает его из всякого рабства и заключения. А тебя назовут взысканным городом, не оставленным, Уже не Азува Иерусалим, не оставленная, а город, который взыскан Господом, город, который Господь нашел и взыскал, и утешил, и сочетал со своими сыновьями, с израильтянами. Вот так заканчивается 62 глава, а вместе с ней весь этот текст, охватывающий три главы, 60-ю, 61-ю, 62-ю, главная тема которых, и почти единственная тема, это триумф Иерусалима, триумф города святого, города Божьего, города Господнего. Этот триумф не в полной мере осуществился, когда израильский народ вернулся из Бавилонского плена, но осуществится в полной своей мере в мессианской эсхатологической перспективе. Запись сделана для библейского портала Экзегет.